Видео подготовлено сайтом online-gdz.net Геометрия 10-11 класса, Танасиан, задание 196 Изобразите куб А, В, С, Д А1, В1, С1, Д1 Это куб И постройте сечение плоскостью А Проходящий через ребро и ребро АА1 И перпендикулярный к плоскости ВВ1, Д1 Напишем так Плоскостью альфа такой, что альфа проходит через ребро АА1 Режет плоскости альфа и альфа перпендикулярно ВВ1 ВВ1, Д1 И второе сечение построить плоскостью, назовем ее бета Которая проходит через ребро АВ И бета перпендикулярно плоскости СДА1 Итак, изобразим наш куб И начнем построение сечения с пункта А Нам нужно, чтобы наша плоскость альфа была перпендикулярной плоскости ВВ1, Д1 ВВ1, Д1 Тогда давайте соединим точки ВВ1, Д1 Чтобы посмотреть, как проходит наша плоскость ВВ1, Д1 Эта плоскость также проходит по прямой, параллельной ВВ1, Д1 В плоскости нижней грани То есть мы просто соединяем ВВ1 И вот наша плоскость ВВ1, Д1, Д1 Нужно построить плоскость перпендикулярную ей и проходящую через ребро АА1 Поступим следующим образом Проведем диагональ А1, С1 в плоскости верхней грани Точку пересечения обозначим О Поскольку АА1, С1, это диагонали квадрата Они перпендикулярны Значит, прямая АА1, С1 перпендикулярна Прямой ВВ1, Д1, которая проходит Давайте запишем, что ВВ1, Д1 Лежит в плоскости ВВ1, Д1 Если мы докажем, что АА1, С1 перпендикулярна еще одной Пересекающей вот эту первую прямую Лежащей в плоскости ВВ1, Д1 То тогда мы сможем воспользоваться признаком перпендикулярности плоскостей Тогда давайте рассмотрим ребро ВВ1 Ребро ВВ1 перпендикулярно плоскости верхней грани нашего куба Перпендикулярно Следовательно, перпендикулярно ВВ1 Перпендикулярно любой прямой, лежащей в плоскости этой грани А в частности перпендикулярно прямой АА1, С1 Тогда у нас что получается? Давайте запишем, что ВВ1 уже лежит в плоскости ВВ1, Д1 Таким образом мы имеем АА1, С1 перпендикулярно ВВ1, Д1 И АА1, С1 перпендикулярно ВВ1 А эти прямые являются пересекающимися прямыми плоскости ВВ1, Д1 Следовательно, АА1, С1 перпендикулярно плоскости ВВ1, Д1 Теперь для того, чтобы построить плоскость перпендикулярно вот этой ВВ1, Д1 Мы должны построить плоскость, которая проходит через этот перпендикуляр Давайте запишем, что по признаку перпендикулярности плоскостей Это теорема из пункта 23 Если прямая проходит через прямую перпендикулярную плоскости Если одна плоскость проходит через перпендикуляр к другой плоскости То такие плоскости перпендикулярны Тогда, очевидно, секущей плоскостью будет АА Тогда будет плоскость АА1, С1 Естественно, проходит через ребро АА1 и через А1С1 плоскость. И тогда построим сечение. Верхнюю границу эта плоскость пересекает по А1С1, а нижнюю границу она пересекает по АС, по параллельной ей прямой, проходящей через точку А. Ну и вот у нас получилось сечение. Тогда сечение АА1С1С. Пункт В. Теперь нам нужно построить плоскость В, которая проходит через АВ и через СДА1. Давайте изобразим эту СДА1, соединим точки. Значит, плоскость проходит по А1Д. Стало быть, она заднюю грань пересекает по прямой В1С, по параллельной прямой вот эта плоскость. Теперь нам нужно построить плоскость перпендикулярную вот этой плоскости. Тогда мы проведем диагональ передней грани. Давайте точку пересечения обозначим М, точка пересечения. Так, и рассмотрим перпендикуляр АДА1. АДА1 перпендикулярно А1Д, поскольку это диагонали квадрата, грани куба. Так, и теперь еще мы рассмотрим ребро ДС. Ребро ДС перпендикулярно передней грани, грани АДДА1 перпендикулярно. Следовательно, ДС перпендикулярно прямой АДА1. При этом давайте запишем, что ДС лежит в плоскости СДА1. А здесь мы напишем, что А1Д тоже лежит в плоскости СДА1. Таким образом, АДА1 перпендикулярно А1Д, А1Д лежит в плоскости СДА1. И АА1, вот ААДА1 перпендикулярно прямой ДС, которая лежит тоже в этой плоскости СДА1. Тогда АДА1 перпендикулярно плоскости СДА1. И теперь воспользуемся признаком перпендикулярности плоскостей. Проведем плоскость через эту прямую АДА1 и через прямую АВ. Запишем АВДА1. Тогда вот эта АВДА1 – это плоскость β. Это она по признаку перпендикулярности плоскостей перпендикулярна СДА1. Построим сечение. По передней грани эта плоскость пересекает куб по АД1, следовательно, по задней грани пересекает по ВС1. Ну и вот наша секущая плоскость. Запишем сечение АВС1Д1. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует...